Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас седьмая тема по основам менеджмента «Стратегическое планирование». Согласно плану, мы изучим сущность стратегии стратегического планирования, организационные цели, характеристики целей, оценку и анализ внешней среды, управленческий аудит внутренних, сильных, слабых сторон организации. Изучим, что из себя представляет свод-анализ, а также стратегические альтернативы. Ребята, теперь, имея общее представление о сути менеджмента и о влиянии внутренних, внешних переменных на организации, подробнее обсудим стратегическое планирование, процесс выбора целей. Стратегическое планирование представляет собой основу всех управленческих решений. Если организация не занимается стратегическим планированием, она сама будет лишена возможности оценивать, насколько успешно продвигается к своей главной цели. Стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. И чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса, фирма должна постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах. Итак, сущность стратегии. Слово стратегия произошло от греческого strateges – искусства генерала. Военное происхождение этого термина не должно вызывать удивления, так как именно стратегия позволила Александру Македонскому завоевать почти весь мир. Стратегия представляет собой детальный, всесторонний, комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Итак, вы видите стратегическое планирование. Вообще, это понятие было введено в практику в 50-е годы 20 века. И основоположником стратегического планирования можно назвать известного ученого и исследователя Питера Трукера. Особое развитие получил в 60-е годы 20 века в условиях жесткой конкуренции и холодной войны. Таким образом, стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. Первым и, может быть, самым существенным решением при планировании будет выбор целей организации, то есть организационных целей. Основную общую цель организации, то есть четко сформулированную причину ее существования называют миссией. Прочие же цели способствуют ее достижению. Ребята, миссия подробно описывает отличительные характеристики фирмы и определяет направление для целей и стратегий на различных организационных уровнях. Формулировка миссии и организации должна включать следующие элементы. Задача фирмы с учетом ее базовых услуг и товаров, основных рынков и технологий, проще говоря, каким бизнесом она занимается. Второй – внешняя среда по отношению к фирме, которая определяет рабочие принципы фирмы. Третье – культура организации. Какого типа рабочий климат создан в фирме? Какого типа людей он привлекает? Если спросить типичного мелкого предпринимателя о его миссии, то он, скорее всего, скажет «конечное получение прибыли». Но если подойти к этому вопросу внимательнее, становится очевидно, что эта прибыль не может быть миссией организации, хотя, несомненно, является важной ее целью. Вообще прибыль – исключительно внутренний элемент деятельности предприятия. А поскольку организация является открытой системой, она сможет выживать долгое время, только если будут удовлетворять какие-либо потребности вне ее. Для получения прибыли, необходимой для выживания, фирма должна внимательно следить за средой, в которой действует. И для выбора подходящей миссии менеджерам надо ответить на два вопроса. Кто наши потребители и какие их потребности мы способны удовлетворить? Генри Форд, в высшей степени ориентирный на прибыль бизнесмен, определил миссию Форд как обеспечение населения дешевым транспортным средством. Он быстро понял, что если компания выполняет эту задачу, она вряд ли останется без прибыли. На основе общей миссии организации, ценностей и цели руководства формулируются корпоративные цели. Чтобы они способствовали успеху организации, эти цели должны обладать рядом характеристик. Во-первых, цели должны быть конкретными и измеримыми. Выражая свои цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу осчета для последующих решений и оценки хода работы. Руководители среднего звена будут иметь ориентир для решения, следует ли направить больше усилий на обучение и воспитание работников. Также будет легче определить, насколько хорошо организация работает в направлении осуществления своих целей. Второй характеристикой эффективных целей является конкретный временной горизонт. Необходимо точно определить не только то, чего хочет добиться организация, но и когда должен быть достигнут тот или иной результат. Цели устанавливаются на очень разные периоды. Долгосрочная цель имеет горизонт планирования, приблизительно равный 5 годам, иногда больше, для передовых технических отношений фирм. Среднесрочные же цели имеют горизонт направления от 1 до 5 лет. Краткосрочная цель в большинстве случаев представляет один из планов организации, который следует завершить в пределах года. Долгосрочные цели, как правило, весьма масштабны. Они формулируются первыми, после чего вырабатываются средние и краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных целей. Эффективная цель должна быть достижимой. Цель, превышающая возможность организации из-за недостатка ресурсов либо в силу внешних факторов, может иметь катастрофические последствия. И, наконец, чтобы быть эффективными, множественные цели организации должны быть взаимно поддерживающимися. То есть действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей. Определившись с миссией и целями, менеджмент переходит на диагностическую фазу процесса стратегического планирования. Первый этап – это изучение внешней среды. Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики стратегического плана контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. Необходимо ответить на следующие вопросы. Где находится организация сейчас? Где, по мнению руководства, она должна находиться в будущем? Что надо сделать руководству, чтобы организация переместилась из текущего положения в то, в каком она хочет ее видеть? Угрозы и возможности внешней среды, как правило, можно разбить на 7 областей. Экономика, политика, рынок, технологии, конкуренция, глобальная ситуация и социальные привычки. Экономические факторы, текущие прогнозируемые экономические условия могут очень сильно повлиять на цели организации. Некоторые факторы необходимо диагностировать и оценивать постоянно. Темп инфляции или дефляции, уровень занятости, международный платежный баланс, стабильность доллара, налоговая ставка. Все они могут нести для фирмы либо угрозу, либо новую возможность. Причем то, что для одной организации будет угрозой, для другой, другая же фирма воспринимает это как возможность во время экономического спада. Как правило, процветают фирмы, выпускающие запчасти для автомобилей. Ну почему? Да потому, что все потребители предпочитают ремонтировать старые машины во время экономического кризиса, а не покупать новые. Политические факторы. Руководство организации должно интересоваться нормативными документами местных органов правительства, ограничениями в сфере найма, возможностью получения в суд, а также соглашениями по тарифам и торговле. Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда – сфера постоянного беспокойства для организаций. В анализы этой среды входит множество факторов, непосредственно влияющих на успех или неудачи организации. Изменяющиеся демографические условия, жизненные циклы продуктов, распределение доходов населения, уровень конкуренции в отрасли и т.д. Анализ рыночных факторов позволяет менеджменту уточнить свои стратегии и укрепить позиции фирмы в конкурентной борьбе. Технологические факторы. Изменения в технологической среде могут поставить организацию в безнадежные конкурентные положения. Быстрый технический прогресс сказывается не на всех организациях, но менеджмент обязательно должен определить, какие технологические факторы могут привести к разрушительному для компании шоку будущего. Факторы конкуренции. Ни одна организация не может игнорировать фактическую и возможную реакцию своих конкурентов. Менеджерам необходимо ответить, что движет конкурентом, каковы его действия и что он может сделать. Факторы социального поведения. Эти факторы включают меняющиеся ожидания, отношения и нравы общества. Итак, при помощи анализа внешней среды организация может создать перечень опасностей и возможностей, с которыми она сталкивается в этой среде. Затем руководство должно провести оценку сильных и слабых сторон организации. И для успешного планирования руководство должно иметь полное представление о внутренних и потенциальных возможностях и недостатках организации. Итак, следующая задача, важная задача менеджмента заключается в определении, обладает ли фирма внутренними силами, чтобы воспользоваться внешними возможностями, а также в явлении внутренних слабых сторон, способных усугубить проблемы, связанные с внешними угрозами. Этот процесс называется управленческим аудитом. Управленческий аудит – это методическая оценка функциональных областей организации с целью выявления ее стратегических сильных и слабых сторон. Для упрощения процесса аудит рекомендуется проводить в отношении пяти функций – маркетинга, финансов, операций, человеческих ресурсов и корпоративной культуры и имиджа. Например, по финансам, подробный финансовый анализ позволяет выявить текущие и потенциальные внутренние слабости в организации и ее относительную конкурентную позицию. Изучение финансовых показателей помогает менеджерам выявить долговременные области внутренних сильных и слабых сторон. Для продолжительного выживания фирме чрезвычайно важен постоянный анализ операционного менеджмента. В отношении человеческих ресурсов, если сотрудники организации хорошо подготовлены и мотивированы, она может воспользоваться множеством стратегических возможностей. В противном случае ей необходимо будет предпринять соответствующие меры по исправлению ситуации. Корпоративной культурой называют атмосферу или климат в организации. Она отображает преобладающие традиции, моральные нормы и ожидания в организации. А также используется менеджментом для привлечения работников определенных типов и для стимулирования определенных типов поведения. Имидж корпорации. Как внутренний, так и внешний – это впечатление, которое оно производит на своих сотрудников, потребителей и вообще на общество в целом. Именно это впечатление поощряет покупателей приобретать товары у одних фирм и не приобретать у других. Итак, метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории, как видите, называется свод анализом. В рамках стратегического планирования рекомендуется проводить свод анализ минимум один раз в год. Итак, когда мы построим свод анализ, то есть свод матрицу организации, мы получим информацию для разработки стратегии организации. Итак, ребята, свод представляет собой аббревиатуру четырех английских слов. Strange – сильные стороны, weaknesses – слабые стороны, opportunities – возможности, and retreats – это угроза. Итак, строится матрица. В категории сильных сторон, относящихся к внутренней среде компаний, мы должны отметить на ряд вопросов. Что мы делаем лучше, чем конкуренты? Какие уникальные ресурсы у нас есть? В колонке слабостей мы должны ответить на ряд следующих вопросов. Что мы не сможем сделать для клиента? Что мы делаем хуже других? Чего нам не хватает? Люди, знания, организации и так далее. В категории возможностей тут отмечаются показатели, относящиеся к внешней среде компании. То есть, как мы поможем повысить наш бизнес-потенциал. В категории гроз мы отвечаем на вопрос, что нам может помешать двигаться по пути. Теперь, ребята, сопоставив внешние грозы и возможности с внутренними силами и слабостями организации, менеджмент определяет стратегию. На этом этапе уже найден ответ на вопрос, каким бизнесом мы занимаемся. И можно перейти к следующим. Куда мы можем попасть из той точки, где находимся сейчас, в ту, в которой хотим быть? И куда мы направляемся вообще? Каждая организация имеет 4 основные стратегические альтернативы. Их вариантов имеется множество. Но мы ограничимся обсуждением наиболее общих направлений. Мы обсудим основные альтернативы, причины, по которым компания выбирает ту или иную из них, и ситуации, в которых наиболее вероятен успех каждой стратегии. Итак, как видите, альтернативы. Ограниченный рост, рост, сокращение и комбинации. Стратегия ограниченного роста выбирает большинство организаций. При выборе стратегии ограниченного роста в качестве целей используются прошлые достижения фирмы, скорректированные с учетом инфляции. Она применяется в зрелых отраслях со статичными технологиями, когда организацию в целом вполне удовлетворяет ее положение. Это самое простое и удобное, наименее рискованное направление в действии организации. В общем и в целом, менеджмент не любит перемен. И если в прошлом фирма, придерживаясь стратегии ограниченного роста, работала успешно, то, скорее всего, она будет следовать ей и дальше. Стратегия роста. Она заключается в серьезном, ежегодном повышении уровня краткосрочных и долгосрочных целей по сравнению с показателями эффективности предыдущего года. Это вторая по частоте выбора альтернатива, характерная для динамично развивающихся враслей с быстро изменяющимися технологиями. Ее выбирают и руководители, желающие вывести свои фирмы с вялых рынков путем диверсификации. Стратегия, альтернатива стратегии, сокращение. Реже всего лишь в крайнем случае менеджер выбирает стратегию сокращения, когда цели устанавливаются на уровне ниже достигнутого в прошлом. По сути, для многих фирм сокращение означает хороший способ упрощения и изменение фокуса операций. Эта альтернатива имеет несколько вариантов ликвидация, отсечение лишнего, сокращение и переориентация. Самым радикальным вариантом сокращения является полная распродажа материальных запасов и активов организации. Отсечение лишнего. Часто фирмы считают выгодным отделить от себя некоторые подразделения или виды деятельности. Сокращение или же переориентация. При застойной экономике многие фирмы считают необходимым сократить часть своей деятельности в попытке увеличить прибыль. Чаще всего стратегию сокращения выбирают, если показатель деятельности фирмы продолжает снижаться в условиях спада экономики либо просто для того, чтобы спасти организацию. Альтернатива комбинации. Комбинацию всех некоторых описанных выше альтернативов как правило выбирают крупные фирмы, активно работающие в разных отраслях. Таким образом, исследовав все имеющиеся альтернативы, менеджеры выбирают конкретную стратегию. Им надо выбрать стратегическую альтернативу, способную максимизировать долгосрочную эффективность организации. Выбор общей стратегии – это и право, и обязанность высшего руководства. Но окончательный выбор зависит от всей организации. Чтобы выбрать удачную стратегию, руководство должно иметь четкую концепцию организации и ее будущего, принятую всеми ее участниками. Стратегический выбор должен быть определенным и однозначным. Излишняя приверженность к какому-то конкретному выбору ограничивает будущую стратегию. Поэтому, принимая решение, необходимо предельно тщательно оценить все варианты. Ребята, вы видите обзорные вопросы по сегодняшней теме. Постарайтесь на них ответить. До скорой встречи!